Говорят, мы сами творим свои вселенные, свою реальность. Это доказывают сказки, герои которых вместо смирения с несправедливостью выбирают благородство, за что из века в век проходит через сердца народов, наполняясь волшебными качествами. А все из-за веры и надежды в добро. Попробую доказать, что это так. Дочь Штефана Челмария, Елена Волошенко, став невесткой князя всей Руси Ивана Третьего Великого, пережила достойно множество интриг и испытаний московского два раза, что крепко полюбилась народу. Елена Молдаванка и муж ее Иван Молодой стали прототипами Елены Прекрасной и Ивана Царевича в русских сказках. В частности, в словах, которыми Елена Премудра упрекает коварных братьев Ивана Царевича, отразились реальные исторические события. «Вы б тогда были добрые рыцари, если б выехали с ним в чистое поле, до живого победили, а то убили сонного и тем, какую похвалу себе получите». Эта реплика говорит также о происхождении Елены из европейской страны. Молдавское княжество славилось тогда развитой культурой и искусством рукописной книги. Внутри Господарского двора, внутри семьи Штефана Великого, Штефана Чалмари, было родовое посвящение, идущее как от тамплиеров, как от богомилов, так и от глубокой, более архаичной древности, гетодокийской, фракийской древности. Елена Волошанка уехала на Русь глубоко посвященным человеком. Ее знания намного превосходили знания, которые были на тот период в глубоко ортодоксальной Московии. Именно с ее сына Дмитрия зарождается прекрасная традиция. Первая в истории российского государства венчание монарха на царствование. Внук Штефана Великого, господаря и воеводы Молдовы, и князя в Сеярусе Ивана Третьего Великого, стал первым обвенчанным монархом в плеяде русских царей. Однако вернемся к сказочным повествованиям, наполненным народными знаниями. Личное предположение Иванушка-дурачок в русских сказках – это Блаженный, якобы наивный и рациональный, а в итоге один из самых мудрых персонажей. Любопытно, как трансформировался образ Блаженного в современной сказке-притче «Ёрик» русского писателя Андрея Платонова. «Ёрик любил дышать, любил всякий дух, радость чуял, во всем и на все отзывался. Такой уж чудотворный человек. С мужиками Ёрик водился по-братски. Они чуяли друг в друге человеков и не смущались, что жили, как брошенные, одни в своей деревне, без всего света. Из каждой хаты видно небо, а с неба виден весь свет». Именно Андрей Платонов вводит в русский литературный обиход из туркменского поверья понятие «джан» – это «душа, ищущая счастье». В молдавском языке аналогом «джана» может быть слово «дор», выражающее любовь и страдания одновременно. А состояние это рождает наши дойны и баллады. И теперь самое время чуду, как называют литераторы балладу Меорица, считающуюся одним из шедевров мировой лирики. Чудо не только потому, что она – совершенная поэзия, но и потому, что в ней выражена наша модель бытия в этом мире. В первую очередь немного о балладе. Историки считают, что она датируется XII-XIII веками и является одним из старейших источников, в котором появляется этноним «Молдаванин». В 1846 году молдавский поэт и писатель Олег Уруссо услышал от лаутаров и записал вариант «Меорицы», который позже опубликовал Василий Александрий, также родившийся в молдавском княжестве. «В котрах, в этих кудрях бога, вьют гнезда птицы и поют миру. Они напомнили нам легенду о том, как трое пастухов – молдаван, брюнчан и унгурян спускались с гор с отарами овец. И вот двое из них из зависти к богатому стаду молдаванина решают его убить и поделить между собой его отару и лошадей». Волшебная овечка Меорица предупреждает пастуха о готовящемся заговоре. Он отвергает ее план бегства и просит передать убийцам, чтобы похоронили его в загоне для овец, чтобы всегда быть рядом с ними, а у изголовья положить три флуера. О своей смерти он просит им не говорить, а сообщить, что пастух их женился на царице мира. «Скажи, что женился, жизнью поручился, с невестою Верны, царицей Вселенной, между небом и светом, светен я обетом». Пастух просил передать о том, что на его свадьбу упала звезда, что священниками были горы, еле и плотаны были дружками, солнце и луна держали венет, музыкантами были птицы, а свечами – звезды. А если вдруг овечка встретит его мать в слезах, спрашивающая у всех о гордом пастухе, она должна рассказать ей только то, что сын ее женился на царской дочери в райском краю. При внешней простоте этот сюжет подобен сундуку, скрывающему тайны молдавской истории и культуры, так до конца и неразгаданной. Поразительно в этой балладе то, что несколько распространенных мотивов – предательское убийство, чудесное животное-помощник, свадьба, смерть, мать, ищущая сына, соединены таким образом, что, во-первых, создают сюжет уникальный в своем роде, это касается всех существующих в мире баллад, во-вторых, задают сложно, не подающийся однозначному истолкованию содержание. Если предательское убийство молдавана Унгуряном и Варенчаном из-за зависти к лучшим стадам – это фольклорная интерпретация библейского мифа о Хайне и Авеле, то добровольная жертва молдаванина, смиренно идущего на смерть, с одной стороны восходит ко Христу, с другой стороны противостоит идее покорности, с которой якобы молдавский народ принимает судьбу. Нет, не в этом заключается смысл свадьбы молдаванина с царицей неба. Свадебная радость, где солнце и луна держат венец, горы – священники, а звезды – свечи – это радость ощущения бессмертия. В мировоззрении молдавана противоположной жизни является не смерть, а бессмертие – безграничная вселенная, что гораздо больше самой жизни. Находясь на юго-востоке Европы, на пересечении интересов ближайших государств, народ миоритической судьбы из века в век удерживал равновесие географического пространства и пространства духовного между Востоком и Западом, остро ощущая на себе биполярность мира. При этом еще в мифологии дакийских племен мир осмыслялся как единая биполярная система, в которой гибелизис – бог неба, и золмоксис – бог земли, но не отдельные, а взаимосвязанные. Дальнейшая история нашего народа способствовала выработке способа его существования. С одной стороны, приятие гнетущей материальной реальности, с другой стороны, стремление к сохранению духовности. Поэтому, как говорил румынский писатель Эмиль Чаран, нельзя объяснять происходящее в миорице покорностью судьбе. Одним из ключевых моментов миорицы остается воля к поиску равновесия, что вело к выживанию этноса. Иначе, будь наш народ богаче, исчез бы, находясь на перекрестке захватнических интересов соседних стран. В трудные моменты наш народ самоконсервировался в своем внутреннем мире, уходя в фольклор. Оттого у нас такие богатые традиции. Отсюда и уникальность сюжета миорицы, полного чувством одиночества главного героя народа в диалоге с собой и миром. Предполагаю, отсюда ключевое философское слово «дор», передающее суть нашего народа, полного любви и боли. Как актуально это сейчас для Молдовы, как остра необходимость в том, чтобы вспомнить наш врожденный инстинкт красоты, способность к духовному поиску и гордость самобытности, и не исчезать покорно в новых европейских веяниях. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok